Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа Вести Карачаева, Черкесия. Студия Слангерюгов, коротко о главном. Дистанционная работа является приоритетной при заключении трудового договора с инвалидом. Депутаты парламента предлагают дополнить закон новой статьей. Детство безопасности. В Карачаево-Черкесии прошли тренинги по профилактике дорожно-транспортного травматизма. Война в разных красках. Учащиеся художественные школы у республики представили свои работы на выставке «Великая победа». По-прежнему, одной из главных тем информационных выпусков остается тема коронавируса. Оперштаб Карачаева-Черкесии обращается к жителям республики в случае обнаружения симптомов ОРВИ и подозрений на коронавирусную инфекцию. Оставаться дома вызвать на дом участкового врача-терапевта, позвонив регистратору и медицинской организации по месту проживания. А в вечернее и ночное время вызвать скорую помощь. Врач-терапевт назначит тестирование. В результате пациент должен получить в течение 48 часов от медработника. Лабораторные и инструментальные виды обследования проведения компьютерной томографии наночаются строго лечащим врачом. На 15-й сессии парламентарии единогласно проголосовали за поправки о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной и удаленной работы. Именно при заключении работодателем трудового договора с лицами с ограниченными возможностями здоровья, чтобы приоритетным было именно это. Если инвалид, его круг обязанностей позволяет удаленно работать, если технические возможности позволяют, чтобы работодатель обязан был предоставить ему в первую очередь не отказать инвалиду и дать возможность работать дистанционно. Один из обсуждаемых вопросов сессии – защита семьи, материнства, отцовства и детства. Защита института брака как союза мужчины и женщины. Создание условий для достойного воспитания детей в семье. Сегодня мы внесли изменения в Конституцию Карачаево-Черкесской Республики, где речь идет о защите семьи, материнства, защите брака как союза между мужчиной и женщиной. Кроме этого, касается главы Карачаево-Черкесской Республики, назначение высшего должностного лица субъекта, требования ужесточены. Теперь мы в Конституции прямо указали, что в главе Карачаево-Черкесской Республики установленным федеральным законом запрещено открывать счета, хранить ценности, денежные средства в иностранных банках, которые находятся за территорией Российской Федерации. Ну и кроме этого, еще мы внесли изменения, касающиеся назначения прокурора субъекта. Как вы знаете, раньше проходил согласование и у главы республики, и в парламенте. Теперь он будет согласовываться с Советом Федерации, назначаться президентом, освобождаться от должности также президентом Российской Федерации. То есть согласовываться с субъектом прокурора не будет. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Все, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис Московский индустриальный банк. Как безопасно переводить ребенка в автомобиле? Как правильно пользоваться автокреслом? Эти и другие вопросы обсудили на тренинге, который прошел в перинатальном центре Черкеска в рамках проекта детства безопасности. Подробности у Али Баташева. Такое кресло имеет определенное положение ребенка. Это угол примерно 45 градусов. Оно располагается спиной по ходу движения. И даже резкое торможение не будет представлять угрозу для ребенка. Нет ничего надежнее, чем руки матери. Можно обойтись и без автокресла. Это распространенный среди родителей миф, мешающий безопасной транспортировке ребенка, считает тренер экспертного центра движения безопасности Денис Давыдов. Факты и статистика поездок с маленькими пассажирами говорят об обратном. Во-первых, ребенок действительно может просто выскользнуть из рук, поскольку его вес увеличивается в разы. Это зависит от скорости движения. Во-вторых, сами родители, допустим, мать, она может рефлекторно сжать ребенка в руках, поскольку само столкновение является неожиданностью, и этот рефлекс срабатывает. И это сжатие опасно для ребенка, особенно если это новорожденное, особенно если ребенок до года, когда кости еще достаточно хрупкие. Данный проект, он реализуется в течение трех лет, начиная с 2019 года до конца 2021 года. Реализуется он всегда на базе медицинских учреждений родовоспоможения. Это либо перинатальные центры, либо родильные дома, для того, чтобы охватить все свои населения и максимально качественно проинформировать молодых родителей о правильности перевозки малыша автомобиля, так как основная цель данного проекта – это профилактирование дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров. Врач Республиканского перинатального центра Алена Пономарева считает, что тренинги в рамках проекта «Движение безопасности» будут особенно полезны для родителей. Важно знать, как правильно оборудовать кресло в транспорте и как правильно закреплять ребенка, потому что зачастую сейчас такие кресла находятся в автомобилях только для того, чтобы ГАИ было спокойно. И дети зачастую ездят на передних сидениях вместе с родителями или же их не пристегивают креслом. Всего с 2019 по 2021 годы федеральный проект «Детство безопасности» охватит 100 городов в 85 субъектах Российской Федерации. За это время медицинские сотрудники перинатальных центров несколько раз в неделю будут проводить тренинги по теме установки и использования сертифицированных детских автокресел, рассказывать о нормах безопасности при перевозках детей, а также обучать правилам перехода проезжей части дороги с коляской. Али Батаршев, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева, Черкесия. Даже в жестокой войне есть свои прекрасные моменты. Радость, сражение, долгожданное письмо из дома, минуты зачастия, случай долгожданное свидание с любимой. Эти и другие моменты передали в своих картинах юные художники на республиканской выставке под названием «Великая победа». Изобразительным искусством любовалась Мадина Каракетова. Это учащийся третьего класса детской школы искусств из Станицы Кардоникской Деми Никита. Эта работа стала рядом. Юный автор изобразил воздушный бой. Подобных сюжетов множество, но картину Никиты и Демина отличает особенное мастерское исполнение. По композиции, то есть движение самолета идет, и по чистотехнике. То есть вот в работе он показал все, что он может, потому что и колорит, такой общий цветовой строй, несколько напряженный, и движение самого мазка. То есть это такая смелая выразительная работа, и жюри ее отметила. Юные художники постарались на славу. Можно увидеть разные сюжеты, рассказывающие о начале войны, военных буднях, настоящей боевой дружбе, верности в любви, неожиданных встречах, редких минутах затишья, радости победы. Можно увидеть картины вывода о войне, картины о ценности мирной жизни, тишины и покоя, маленьких радостях, составляющих основу жизни. Большинство произведений выполнено в таких техниках, как гуашек, варель, темпера, акриловыми красками. Особое внимание привлекают авторские куклы, в которых мастера используют все подручные материалы. Ткань, кожу, основа сделана из папье-маше, подставки. То есть сам подход. Дети не всегда, говоря о войне, дети не всегда рисуют войну. Или вот работа учащейся в художественной школе города Ульчакута «Тарелка». Казалось бы, простая тарелка, которая нам знакома и понятна, Но здесь, вот в таком интересном решении, тоже мы видим работу, посвященную именно побеге. И выполнена она по трафарету, красками и оформлена вот рамку. То есть это совершенно другой подход. Целую стену занимают работы авторов детской художественной школы Карачаевска. Преподаватель Кулина Данашева, представляющая юных художников, говорит, что приятно удивлена тем, что хоть и темой выставки заявлена Великая Отечественная война, в картинах преобладают все же мирные моменты. Как приятно смотреть, что вот тишина после войны. Где-то вот там я смотрела работу девочек. Знаете, танк. На танке сидят девушка и парень в военной форме. Но в руках у них цветы. Война закончилась. Тишина, весна настала. И телевидение, и вообще кино наполнено вот этими военными сценами, неприятными, страшными. Все-таки это все мы знаем, детям все это рассказываем. Но хочется, чтобы переход от этой ужасной войны, переход именно к мирному, к мирному житью. Военная тематика довольно сложная для современных детей, считает Кулина Данашева. И тем не менее, они работали над картинами с большим удовольствием. В Карачево-Черкесии всего 14 художественных школ и отделений, в которых обучается более 2000 детей. Все дети были в равных условиях, и все дети готовились. Вы видите, здесь очень разные работы. Они разные, конечно, и по материалам, и по техникам, и по размерам, и по мастерству, можно так сказать. И привезли школы работы, но самые лучшие, которые выполнены за год. Не было отбора у нас. Мы экспонируем все представленные произведения, и каждое из них, оно, конечно, интересно и уникально. Среди работ детей всегда сложно сделать выбор, говорит Прасковья Маркова. Но компетентное жюри, тем не менее, отобрало 20 лучших работ. Самих юных авторов не пригласили на торжественные мероприятия в связи с эпидситуацией с COVID-19. Дипломы и грамоты вручили их представителям, преподавателям художественных школ и отделений. Бадина Каракетова, Роберт Жигутанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Отделение Банка России по Карачаево-Черкесии приглашает сегодня на День открытых дверей, но в этом году в формате онлайн. В 12.00 в Черкесске Южное главное управление Банка России приглашает всех желающих принять участие в интеллектуальной онлайн-векторине по финансовой грамотности. Стартует викторина одновременно в двух федеральных округах – Южном и Северо-Кавказском. Участники игры ждут четвертого раунда, в каждом из которых будет представлено порядка 12 вопросов. Чтобы принять участие в онлайн-векторине, необходимо зайти на сайт cbrday.ru. Участие в векторине бесплатное количество мест ограничено. Также жители Карачаево-Черкесии могут оценить уровень своей финансовой грамотности. В нем может принять участие каждый житель нашей республики. В анкету вошли 32 вопроса по самым популярным населениям финансовым направлениям – инвестирование, защита от сбережений, способы планирования семейного бюджета и другие. Анкетирование проявится до 14 октября. Для участия можно пройти по ссылке, которую вы видите на своих экранах. На этом сегодня выпуск «Вестей» подошел к концу. Приятных выходных и всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!